Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем лекции по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И мы читаем сразу два текста, два перевода, читаем параллельно, сравниваем сложные места. Первый текст, собственно, текст, который мы читаем, это текст, который изначально был греческим, это текст септуагинты, который потом перевели на славянский, потом его на русский перевел профессор Юнгеров. И сравниваем с текстом синодальным, который в своем основании изначально имеет еврейский текст и был с него переведен. Читаем мы текст Юнгерова именно потому, что он ближе всего к славянскому, к тому, который вы услышите во время богослужения. Поэтому, может быть, именно этот текст поможет вам лучше разобраться, толкование этого текста. Итак, мы читаем 14 главу. Соломон начинает с рассуждения о неразумных мужах и женах, и разумных, соответственно. Он говорит, Мудрые жены созидали дома, а глупая, глупая разрушала своими руками. Ходящий право боится Господа, а искривляющий пути свои будет обесчещен. Из уст глупого бич гордости у стажа мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли чисты, а где много жито, там явно сила вола. Верный свидетель не лжет, а свидетель лживый распространяет ложь. Будешь искать мудрости у злых и не найдешь. Знание же мудрым легко доступно. Все противно мужу неразумному, а мудрые уста — орудия знания. В первую очередь здесь, вот в этих первых семи стихах, конечно, говорится о том, что человек, который мудр и который праведен, который трудится, он созидает благополучный дом и хозяйство его в благополучии. Человек, который ленив, человек, который глуп, сам своими руками все разрушает. Например, вот четвертый стих, он в синодальном переводе несколько непонятен. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Кажется, действительно, если сильный вал, то много прибыли, но первая и вторая часть стиха не очень выглядят связанными. А здесь, в этом тексте, где нет валов, там ясли чисты. То есть, если у человека нет валов, там, соответственно, и место, где валы живут, ясли вот эти, они чисты. То есть, нет хозяйства, нет достатка. А там, где много жито, там явно сила вола. То есть, человек, который наполняет ясли житом, наполняет кормом, тот, естественно, то есть, в его жизни, в его хозяйстве явно сила вола. То есть, этот самый вол, которого кормят, которого хорошо содержат, он, проявляя свою силу, доставляет достаток. Ну, вот такой пример, может быть, нам сегодня, людям не сельскохозяйственной цивилизации, не вполне понятный, но для Соломона вполне очевидный при этом. Будешь искать мудрости у злых, и не найдешь. Знание же мудрым легко доступно. Знание мудрым, не просто смышленым, не просто людям, людям, которые уже развиты, скажем, что человек, который уже много знает, ему знание дальше легко дается. Здесь он, Соломон, все время показывает, сравнивает знания, как интеллектуальные некоторые, просто багаж, и праведность. Знание для мудрых легко доступно. Шестой стих в синодальном переводе звучит так. распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. То есть, человек, который готов жить премудро, готов жить по заповеди, для него эта заповедь легкая. Человек, который пытается совместить мудрость и распущенность, развращенность, не может в итоге ее достигнуть. Далее. Все противно мужу неразумному, а мудрые уста орудия знания. Мудрость благоразумных знает пути свои, а неразумие безрассудных в заблуждении. Дома беззаконных требуют очищения, дома праведных приятны. Вот иногда, когда сравниваешь два текста, синодальный перевод и перевод Юнгерова, видишь, что в некоторых стихах некоторые стихи совершенно отличаются так, как будто бы это просто разные книги и разные даже мысли содержатся, при том, что это одна и та же глава и один и тот же стих. Например, вот этот девятый стих 14 главы в синодальном тексте звучит так. «Глупые смеются над грехом, посреди праведных благоволение». А девятый стих Юнгерова звучит так. «Дома беззаконных требуют очищения, дома же праведных приятны». Может быть, конечно, какая-то общая идея и может быть прослежена, но внешне эти стихи отличаются друг от друга совершенно. И текст синодальный в данном случае интереснее. «Глупые смеются над грехом». Действительно, мы не раз можем заметить, общаясь с человеком глупым в том смысле, в котором его употребляет Соломон, в том смысле этого слова, то есть, человеком, который глуп в интеллектуальном смысле, не глуп в знаниях своих, не то, чтобы он не умел что-то посчитать или как-то правильно поступить, разумно, а он именно глуп в нравственном смысле. глупый смеется над грехом. Почему? Потому что он не знает последствий греха, потому что для него это все некоторые сказки совершенные, которые выдумали какие-нибудь старые отсталые люди, которых он считает ханжами, у которых он говорит, они тоже хотели бы грешить, но им не позволяют некоторые их выдуманные ими самими правила. А посреди праведных благоволение, то есть человек, который живет праведно, в нем благая воля, благоволение отсюда. Далее, сердце у человека бывает чувствительно, когда печальная душа, но когда веселится, скорбь не примешивается. Дома нечестивых исчезнут, а жилища по правде живущих будут стоять. Есть путь, который кажется людям прямым, но конец его уходит на дно ада. К радости не примешивается печаль, но концом радости бывает плач. Опять, здесь довольно странный текст мы видим. Это 12 стих, простите, 13 стих 14 главы. К радости не примешивается печаль, но концом радости бывает плач. в синодальном тексте 13 стих звучит так. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Вот это слово иногда, которое здесь добавили переводчики, оно помогает нам понять, что же имеет в виду Соломон. что конечно же праведному Бог обещает, что за его праведную жизнь он будет жить в достатке, но они нечестивые напротив погибают, и дома нечестивых разрушаются, но при этом он все же говорит, и при смехе, то есть при радости иногда болит сердце, и концом радости мы здесь можем добавить, вот иногда опять же это слово, бывает печаль. То есть в итоге Соломон, несмотря на то, что он многократно в своей этой книге притчи проводит одну и ту же мысль, праведник будет жить счастливо, а грешник будет наказан, он говорит, даже здесь уже возникает некоторая такая сложность, что иногда по промыслу Божьему могут происходить вещи не настолько очевидные, однозначные, которые можно прямо понять, которые вытекают одной из другого, праведность и достаток, грешность и бедность. Далее, дерзкий насытится от путей своих, а добрый муж от своих помыслов. Незлобивый верит всякому слову, хитрый подозревает тайную мысль. Вот этот текст сам по себе, конечно, очень интересен, да, то есть человек, как это говорится в русском, каждый судит в меру своей испорченности, да, вот есть такая фраза, незлобивый, то есть человек простой, прямой, в каком-то смысле наивный, верит всякому слову, а тот, кто хитрый, подозревает, что с ним хитрят. Поэтому, конечно же, вот помните, да, Христос говорит в Новом Завете, если твое око будет чисто, все тело твое будет светло, а в славянском тексте, если око твое будет просто, то есть если ты просто, прямо с доверием смотришь на мир, то и мир для тебя будет простым и заслуживающим доверия, но если ты сам хитришь в жизни, то и везде тебе будет видеться хитрость и обман. Кроме того, этот стих 13, он также отличается, 15, прошу прощения, отличается от того, что мы слышим, видим в синодальном переводе. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимательно к путям своим. И здесь, если сравнимы, мы увидим, что у Юнгерова в этом греческом тексте интереснее мысль, хитрый подозревает тайную мысль. Далее, мудрый боится и удаляется от зла, неразумный, понадеявшись на себя, присоединяется к беззаконнику. Вспыльчивый поступает безрассудно, муж благоразумный многое переносит. Вот интересно, да, муж благоразумный многое переносит. То есть, речь не идет о том, что тот, кто благоразумен, с ним ничего никогда не случается. Но вспыльчивый поступает безрассудно, то есть, если есть какая-то сложность, трудность какая-то, да, и он сразу проявляет это в своей вспыльчивости, поступает безрассудно, то благоразумный многое переносит, переносит трудности благоразумно, переносит некоторое несправедливое отношение к себе благоразумно, и поэтому, перенося много, получает от Бога благодать. Неверные, невежды получают в удел злобу, а благоразумные овладевают знанием. злоба и незнание, благоразумие и знание, праведность и знание, постоянные такие синонимичные ряды употребляет Соломон. Преклоняться злые перед добрыми и нечестивые послужат перед дверями праведных, то есть, в итоге, жизнь нечестивого приводит его в такое состояние, в котором он оказывается несчастен, в котором он оказывается в недостатке, в беде и оказывается вынужден служить праведным и служить у дверей праведника. Далее, бедных друзей возненавидят друзья, а у богатых много друзей. Здесь Соломон скорее сетует на такую ситуацию, чем проговорит ее в качестве примера. Кто бесчестит бедных, тот грешит, а кто милосерд к беднякам, тот блажен. Заблуждающиеся, заблуждающиеся неправедники делают зло, милость же и истину исполняют добрые, не знают милости и верности делающие злое, а милостыни и верность у делателей добрых. мы видим, что добро для Соломона это не просто какая-то отвлеченная такая метафизическая категория. Добро для Соломона это милосердие к беднякам, это милостыня, это верность, это исполнение добрых дел по отношению к другим людям. У всякого заботливого человека бывает избыток, а разгульный и беззаботный будет в нужде. ну, как известно, человек, который больше подает, у того больше и бывает достатка, потому что Господь поддерживает его, видя, что через него можно поддержать бедных людей. Человек, который живет эгоистично, разгульно, беззаботно, то есть не заботясь о других людях, тот оказывается в нужде, потому что сколько бы ему не было послано, он потратит на себя и потратит безрассудно. Венец мудрых богатство их, жизнь же неразумных зло. Спасает от зла душу свидетель верный, а коварный распространяет ложь. свидетель верный, это человек, который не лжет на суде, и он спасает от зла душу свою. Конечно, для Ветхого Завета, вообще для любой древней культуры, свидетельство конкретного человека значило очень много. Сегодня в суде могут посмотреть на записи видеокамер, могут проверить, скажем, какую-то электронную почту, переписку и прочее, и разными способами другими, независящими от праведности, от честности человека, проверить его виновность или невиновность. Для древних единственный путь, который был возможен, это довериться человеку, который говорит. И вот тот, кто говорит правду, то есть свидетель верный, он спасает от зла свою душу, а коварный распространяет ложь. Надо сказать, что вообще распространенность лжи и легкость лжи, которая сегодня царит в мире, она просто ужасает. Сегодня для человека, для многих и многих людей сказать неправду, даже не обязательно пошутить, а именно просто сказать неправду, вообще ничего не стоит. То есть мир как будто бы сошел с ума. Люди говорят очень много и не исполняют, например, или, например, просто говорят то, что не соответствует действительности, просто потому, что им, например, так удобно или выгодно. Конечно, Соломон здесь однозначно на стороне людей, которые правдивы. Далее, в страхе Господнем надежда твердая, и сынам своим он уставит утверждение мира. Страх Господень источник жизни, удаляющий от сети смертной. Это все говорится в контексте именно такого верного свидетельства. Во множестве народа слава царя, а воскудении народа бедствие правителю. У терпеливого человека много разума, а малодушный весьма неразумен. Кроткий муж врач сердца, а чувствительное сердце моль для костей. тридцатый стих может быть совершенно непонятен и в переводе Юнгерова и в славянском тексте. Оно звучит так. Кроткий муж сердцу врач, моль же костем сердце чувственно. Но в синодальном переводе мы читаем довольно понятный текст на самом деле. Кроткое сердце это жизнь для тела, а зависть гниль для костей. То есть человек, который завидует другим, как будто бы физически кости его гниют, а человек кроткий и добрый, он продолжает жить. И далее клевещущий на бедного прогневляет творца его, а чтущий его милует нищего. Очень важно, что неправедное жестокое отношение к бедному, вообще к другому человеку, для Соломона это практически всегда неправильное отношение к Творцу. То есть если ты к творению Божьему относишься несправедливо и неправедно, то ты выражаешь этим не просто свое отношение к конкретному явлению, ты выражаешь свое отношение к тому, кто сотворил этого человека. За зло свое будет отвергнут нечестивый, а надеющийся на Господа за свое благочестие будет оправдан. И далее «В добром сердце человека почиет мудрость, а в сердце неразумных она незаметна». Вот этот 33 стих тоже отличается от синодального перевода, и в синодальном переводе он звучит так «Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе». Это может показаться странным, как же в сердце мудрого почиет мудрость, а вот среди глупых почему она дает знать о себе. И здесь текст Юнгерова оказывается логичнее, что ли, «В сердце неразумных она незаметна». И окончание главы «Правда возвышает народ, а грехи умоляют племена. Близок к царю слуга разумный, и своим добрым поведением он снимает с себя бесчестие». 34 стих чрезвычайно важен. «Правда возвышает народ, грехи умоляют племена». Любой народ, большой или маленький, наш народ или любой другой, должен помнить эту фразу. Если люди живут праведно, народы возвышаются, они возвышаются, грехи умоляют племена. И когда сегодня люди, где бы они ни жили, в России, в любой другой стране, говорят, что им живется плохо, что их что-то не устраивает, они должны в первую очередь задуматься о своем собственном поведении. Потому что правда, то есть праведность, то есть верность Богу возвышает народ, грехи умоляют этот народ, умоляют племена. Всего доброго.